Всех приветствую на своем канале. Как вам такой образ меня? Мне очень нравится. Я вдруг вспомнила, что у меня есть заколочка от Дины. Года два назад мне присылалась из Тюмени. Привет, Тюмень! Если вы меня кто-нибудь оттуда еще смотрите, у меня там родня есть. Ну и вообще вспомнила, что у меня есть синее платье, которое я второй раз в жизни одеваю. Оно уже лет пять, наверное, у меня лежит. То ли я его покупала, то ли мне оно в подарок приходило по выбору с одного сайта, где я раньше заказывала вещи. Домой это было. В общем, решила я сегодня обозреть некие продукты фирмы, где тут она, блин, Тан Вейт. По крайней мере, она тут так называется. Короче говоря, на самом деле она называется Тао Тао, гармония чего-то там. И она сделана, вот эта вот, счастье, в Китае. Вот это вообще, вот это в Китае, вот это в Толанде. Оно сделано в Китае для Польши. Импортер в Россию, в Москва. Счастье это годно до 31 мая 2018 года. 150 мл, 175 грамм. Это у нас соевый соус. По составу это семена сои 34%, вода, пшеничная мука и соль. В принципе, что-то такое. У меня соус есть Хайнс, по-моему, или что-то в этом, или нахе, короче говоря. И еще Кикаман. И по составу они одинаковые. Вот это точно такой же состав, только уже Тао Тао. Ну, я думаю, вы примерно представляете, сколько стоит Кикамановский соус. Допустим, по скидке его в Дикси можно купить 150 мл за где-то там 150-160 рублей по скидке. Не знаю, сколько он там вообще стоит. 150 мл по такой вот примерно бутылочке. В бутылочке немножко такой пошире я покупала за 250-260 год назад в Атаке с Машкой, своей подружкой. Тогда еще охренела. Я говорю, Финаси сколько стоит. Хотя мне говорили, что он примерно столько и стоит. Ну, и, значит, и Хайнс Хенс или какого-то Анна Хэн примерно стоит также где-то так. Этот мне обошелся по скидке 39 рублей с копейками. Грубо говоря, 40 рублей 150 мл, точно такой же состав. Я его еще не открывала, но видно, что он запакован, я его еще не пробовала. Но не думаю, что он будет какой-то иной, учитывая его состав. Я этой фирмы уже как-то покупала. Я не помню, честно, обозревала я это в покупках. Обозревала ли я это во время, типа, пробовала ли я, или говорила, вот такая фигня. Обозревала ли я это в пустых коробочках, баночках. Но была у меня как-то фасоль пророщенная. Вообще там два варианта, две разных фасоли. У меня эту фасоль даже бабушкина сестричка попробовала. Тогда я еще не помню, при бабушке я ее покупала, эту фасоль. Или без бабушки. Но помню, что она ее попробовала, сказала, ну такая интересная, ну типа ты ее не выкидывай, ешь, она полезная. И сегодня она тоже была, но так как я не помню, какую я пробовала, возможно, я ее даже фоткала, потом порой на компе, посмотрю, найду. Но я что-то не купила, увидела я вот это вот, это я вот уже увидела после выпекала. И я решила, думаю, а почему бы и нет. Ну, посмотрела состав, глянула, сколько стоит этот Кикамаловский, который у меня заканчивается, там немножко уже осталось. Они, в принципе, отличаются от Сенсоя, и по составу, соответственно, и от трех бамбуков тоже, там нету этих, там Е666, или как оно, и по цене. Но они еще и по вкусу отличаются, может быть, потому что действительно натуральные, может быть, еще по какой-то причине, но, допустим, Хэнс, 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 на хэ он более такой пшеницы отдает, каким-то, знаете, могу сравнивать. Помните, с портером, портером, короче, темным, крутым пивом. Да, Лёля иногда позволяет себе темное пиво. Лёля любит темное пиво, давно не пил. Год, наверное, или типа того. В общем, темное пиво, такой вот, какой-то жженый карамели вкус. Кикамановский, он примерно похож, но чуть-чуть другой. Они густые сами по себе, какие-то такие насыщенные, знаете, как смолу пуэра заварить, вот так вот. Заварить сам пуэр, он сам по себе, в принципе, вот такой крутой чай, да. А заварить смолу пуэр, и она будет такая вот, я раньше не могла понять, что такое густая, как вот чай может быть густой. Вот именно такое густое. Ну, и вот это у нас Тао Тао, который сделал в Китае для Польши. А Польша принесла его нам. И здесь он вообще, в Польше он называется, я тогда ещё на ценнике посмотрела, думаю, может, там что-то я не то смотрю. Завтра мне чешется. Ну, в общем, Та-Н-В-И-Е-Т. И которая вот такая обычная, а не палочкой. Не игрок. Легова. Логова. Не знаю, что тут, короче. Тут адрес типа Польши. В общем, вот такая вот хренатень. Я к чему, что если есть, допустим, вот такое вот, я не знаю, сколько оно без скидки стоит, ну, мне кажется, скидка вот продавцы, они меньше, чем стоимости не продадут. Себе в убыток они точно не будут продавать. Ну, и если есть Кикаман и вот эта вещь, то я бы советовала ему вот эту вещь на хрена переплачивать, если состав такой за натуральный. И себе ещё купила вот такие вот макарошки. Я у них тогда пробовала, в общем, как я говорила, фасоль пророщенную, а ещё покупала, давно на неё смотрела, потом она была то по скидке, то без скидки. И в основном я вот это вот видела исключительно в Дикси. Я покупала вот это на Дикси. В Дикси на часовом ушла с работы, зашла минут на пять в магазин, оказалась на сорок с чем-то. Как выяснилось потом, по телефонным звонкам от родни. Типа, где тебя там носит, мы думали, что ты уже пришла домой. А Лёля зашла в магазин, вроде как за молоком, а в результате купила не только молока. Вот. Хотя видос вот этому вот посвящен. Ну, тут красненькая и зелёненькая. Зелёненькая и красненькая. Дефидок с южиком. Первый раз такую вела с ромашкой. Ярославский, по-моему. Рамос. Рыбинск. Ну, всё равно область наша. Ну, и в общем, а другой был такой вот, коробочка, не помню, то ли там второй, то ли это что-то такое. В общем, какие-то макарошки с какими-то овощами, можно было их в микроволновке разогреть или что-то в этом роде. Я уже не помню, понравилось оно мне, не понравилось. Насколько помню, там был лук. И может быть, из-за того, что там этого лука было сверх дофига, но не пошло. Не помню вообще. Может, снимала я про это видела. Может, просто писала в ВКонтакте у себя на стене, там что-нибудь такое, на странице, не канала, а именно моей. Но суть такая, что мне, в принципе, эти продукты понравились. Конечно, они на любителя, и фасоль я не сразу слопала, и она какая-то мне сначала показала специфическая. Но я тут покупала уже кимчи, по-моему, так называется, фирма, как говорится, сделана корейцами, я обзор даже в каких-то там покупках показывала. И там была фунчоза по составу именно мука зелёных бобов и вода, да, а не сэнсоевская фунчоза, где там от фунчозы одно название. Тут было вообще из тёмного риса, коричневого риса, такие ниточки, типа вермишелька. Знаете, вот бывает обычная вермишелька русская, классическая, СНГ-фская, не знаю, Советско-Союзная эта вермишелька. Вот там макароны были, наверное, раза в три, если не в пять, тоньше. Вот эта вермишелька, которая продавалась от Тао-Тао, она была просто из рисовой муки, а ещё была, значит, из коричневого риса. И она отличалась чуть-чуть вот только по цвету, что Та была такая белая, а Та была, вторая была немножко, ну, примерно, представляете, как коричневый этот рис выглядит, она была, может, чуть светлее, нет, даже чуть темнее, чем, допустим, гречневая лапша, та, что называется, сова, и чуть, соответственно, не такая белая, как рисовая. Тут же у нас рисовая макаронная лента, вот это стоило, все 9 копейками, ну, грубо говоря, 60 рублей, и тут у нас 200 грамм. Мне фунчоза в исполнении кимчи очень понравилась, и ещё у меня будет пустыку уже в пакетиках и баночках, про УДОН я там в восторге проговорю, и не совсем. А тут я просто неразу не видела вот эти, именно макароны вот такие, и вообще первый раз в такие, Юлю. Ну, и сыграла то, что, ну, во-первых, по скидке, во-вторых, Та, Та, которая уже покупала, и она мне понравилась, и в-третьих, я хотела чем-то себя порадовать. Как говорит Алёнка, она там себя порадовала, там, какой-то, она, вот кто-то покупает лати, помады и там подобное, чтобы себя порадовать, а кто-то жиротку типа лёли. В общем, у нас тут состав, рисовая мука 93% и вода. Я их пока не варила, соответственно, ну, видно, что он не распакованный, но суть ещё и из-за чего купила. Вермишель почему-то варилась 5 минут, при том, что тонюсенькая. Вот здесь у нас способ приготовления, макароны положить в посуду и залить кипятком, оставить под крышкой около 3 минут, процедить, хранить в сухом, ну, понятно, где их хранить, но суть в том, что их 3 минуты только варить. Я хотела сначала их сегодня тоже на ужин слопать, но что-то вот забыла. Думаю, что завтра, наверное, себе такое счастье сделаю. Ну, у нас тут что написано, рисовая макарон и ленты, Тао Тао, это продукт, естественно, без клейковины, который возникает, видимо, перевод на русский из какого-то там, возможно, китайского, только из рисовой муки и воды. Рисовые макароны, ленты Тао Тао, имеет нежный вкус, они рекомендуются для супов и салатов, идеально подходят к качеству компонента блюда под тай, без понятия, чего это, наверное, загубить Янтекс, если вам интересно, он мне вообще как фиолетово, лично мне. Но если вам интересно, можете загубить под тай, ПАД, другое слово ТАИ и краткое, и других мясных и овощных блюд, прямо из кастрюли или выпечки, то есть вы выпекли и слопали. Ну, это наклеечка такая, с русским языком, она мне вообще напоминает, как мне кажется, Диля присылала такие кокусовые конфетки, там наклеечка такая была, и много еще чего, вот видите, вроде как все сделано там для кого-то, но прислали в Россию импорт, там наклеили еще ленты, наклеечку, вот они там что-то делают на полу. А вот эти вот как раз сделаны в Таиланде, и тоже как раз для Польши, я так понимаю, что, видимо, польская марта, польская фирма или что-то такое, но одно делают в Китае для Польши, другое делают в Таиланде для Польши. И это тоже у нас до 31 мая 2018 года. И сделаны они 24 мая 2016 года, а это 5 мая 2016 года. Ну, в общем, короче, оно, грубо говоря, где-то около двух лет хранится. Я думаю, ничего такого с ними не случилось, поэтому я их себе приобрела. Хотела сначала еще что-то, ну, взять второй пакетик, а потом, думаю, Кит знает, как пойдет. Я думаю, что оно мне понравится, а вообще люблю макароны. В крайнем случае, буду знать, что вот в Дикси оно продается, и вы, если что, будете, теперь уже знаете. В общем, вот такой у меня видос. Вообще, я думаю, можно записать сегодня эти пустые баночки, что-то меня пробило на видео. Мозги не соображают, то, что нужно делать. Это вот наговорение у меня как-то идет. Ну и, а может быть, запишу уже завтрак пустые баночки. Потому что там у меня не совсем еще закончились эти баночки. Фиг знает, я вот тогда крема-то обозрела для рук, еще крем до ног, и они у меня до сих пор еще не закончились. Особенно тот крем для рук, который уже выдал, плеваешь, выдал, плеваешь, кажется, там вообще ни фига нету, а оттуда раз, и выпрыгнет крем. Вот такие пироги с корядами и ремес. Была такая фраза. Короче, если вы оселились ее до конца, особенно если вы захотели вот это попробовать или что-нибудь вообще просто этой фирмы попробовать, то я очень рада и вам, соответственно, позитив. Ну и спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Пока.